Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как научиться стоять за себя при хамстве и грубости? Как научиться быть сильнее эмоционально? Как не допускать за себя грубости и хамства? Как вообще научиться? Как вести себя в ситуации, когда человек идет на жесткий конфликт? Когда сразу хамит и оскорбляет? Это про мужчин на работе. Есть пара человек, которые начинают сразу орать, хамить и угрожать. Если ты в ответ повышаешь голос, то становится еще больше ор, еще больше скандал. В результате я в слезах. Многие вопросы не знаю, как себя вести, как отвечать на злость, гнев и провокацию. Может они чувствуют мою слабость. Мои начальницы не могут позволить так себя вести. Что почитать? Какие книги? Хочу как-то стать сильнее, плюс узнать с точки зрения психологии, как поступать. Но я предполагаю, что сама ситуация произошла у вас. Судя по тому, что вы описываете достаточно недавно, вот. Возможно, даже со мной ситуация произошла вот только что. Судя по времени, по крайней мере. Вот. То есть время как-то вот подсказывает, что возможно вы в этой ситуации только что были. Вы пишете про то, что люди чувствуют вашу слабость. Но я бы, конечно, хотел бы, чтобы вы несколько раскрыли по-подробнее этот момент, связанный со слабостью. Что вы понимаете под слабостью своей. Как вы ее понимаете. Что она, слабость, из себя представляет и так далее. То есть здесь история про неуверенность в себе. С одной и с другой стороны. Здесь история. Ну, как мне вот, например, кажется, да. Что здесь история про то, что вы к себе как-то относитесь. Вот. Обесценивающе, возможно. Хотя. Это нужно посмотреть и поисследовать. То есть. Люди почему-то видят в вас слабость. Слабость видят в людях, когда человек в себе как раз в себе как раз не уверен. Слабость видят в людях, как раз, когда человек в себе скажем так, сомневается. Слабость видят в людях, когда человек испытывает, например, это вот тоже такой довольно важный момент, когда человек испытывает неуверенность, когда человек испытывает например, вину. То есть вот когда есть какие-то такие факторы, как бы идущие, ну, ну, можно сказать параллельно сообщениям. И вот собственно на это как мне кажется и нужно обратить ваше внимание в первую очередь. То есть что меня беспокоит в первую очередь, когда я общаюсь, например, там, ну, допустим, с мужчинами, да? Что меня беспокоит и что меня тревожит. Ну, вот конкретно в этой истории, конкретно в этой ситуации, например, да? То есть, допустим, меня пугают к примеру, да, меня пугают мужчины, допустим. То есть вот, ну, как бы вопрос здесь о чем, да, вопрос о том, могут ли меня вот, ну, могут ли меня пугать мужчины, например. Ну, вот. Могу ли я как-то допустим бояться мужчин? Вот. Если я чувствую свою слабость ну, вот с ними, либо с ними, либо с определенными мужчинами, то за счет чего эта слабость выражается и как она проявляется. Вот. То есть, какую вот, например, я пытаюсь решить проблему. Да? Вот. Нет ли, например, такого, что я пытаюсь что-то доказать кому-то? Да? Нет ли такого, что я пытаюсь ну, допустим, чего-то требовать от людей? Нет ли такого, чтобы вот чего-то именно вот чего-то ждете, чего-то ожидаете, чего-то требуете от окружающих людей? То есть, вот вы говорите, например, что как не допускать до себя хамства вообще? Ну, это невозможно, потому что объективно есть люди, которые хамят. И с этим, наверное, ничего не поделать. А вот как хамство воспринимаете вы? На мой взгляд, это очень важный вопрос и значимый вопрос. Потому что если в хамстве вы видите для себя только нападения на вас, только агрессии, то, конечно, это свидетельствует о том, что вы как-то вот сами считаете себя, ну, знаете, как, ну, достойный, что ли, такого к себе обращения, обращения, вот, достойный такого вот взаимодействия. Хотя на самом деле вы можете в принципе так и не считать. На самом деле вы можете думать совсем по-другому. И это справедливо, это честно. Вот. Но тем не менее, вот, это конечно достаточно значимый такой, важный, как мне кажется, аспект, на который вам нужно обратить свое внимание. понимаете, да, о чем идет речь в данном случае. Дальше, значит, вы пишете, что вас люди оскорбляют, да, то есть, ну, вот, человек вас оскорбляет, вы пишете. вот, тоже, тоже, такой, довольно, серьезный и важный момент. Почему? потому, что, что есть оскорбление, да, вот, по сути своей, что, что такое оскорбление. оскорбление, это история про то, когда я то, что мне говорят, говорит другой человек, ну, вот, принимаю на свой счет. То есть, тут вот, какая-то такая история. То есть, оскорбление становится возможным благодаря тому, что я принимаю на свой счет то, что мне говорят, вот, люди. А почему я принимаю это на свой счет? почему я это принимаю на свой счет? Как получается, что я это делаю, да, за счет чего я это делаю? За счет некой внутренней готовности, очевидно, за счет какой-то внутренней готовности. С этим согласится. Внутренне. От чего мне больно? Достаточно. но мне больно от этого. Потому что я не хочу с этим соглашаться. Мне не нравится это. Да, мне не нравится то, что я вот как-то сталкиваюсь с определенными мыслями о себе. И тут вам важно увидеть, что эти мысли они ваши. Тут вам важно увидеть, что эти мысли они ваши. Что это мысли не этих людей. Вот. Так или иначе. Что это мысли именно те, к которым вы уже с вами готовы. По какой-то причине. Почему вы готовы, как вы приходите к этому стану, чтобы быть готовы и предрасположены к таким мыслям, это уже другой вопрос. Это вопрос именно ну вот вашего восприятия, скажем так. и именно вот само себя. Именно вот того, как вы относитесь к себе. Сейчас. Да? Поэтому здесь все так вот достаточно неоднозначно получалось. Вот. Вы не первый день живете в таком состоянии. И соответственно вы пришли в этом состоянии откуда-то. Да? То есть вы в этом состоянии как-то оказываетесь. Поэтому соответственно у вас есть вероятно какая-то выгода. ну вот может быть это не совсем очевидная выгода. Скорее всего. Вот. Но тем не менее она есть. Это выгода. и наша задача увидеть. Что вы получаете в том числе от того, что так себя ведет. Что вы получаете от того, ну, что так к себе относитесь. да? То есть вот я думаю, что вы же в слезах не просто так. Не просто так у вас слезы. То есть вас это вот прямо задевает. Задевает сильно. есть готовность к определенному внутреннему здесь либо конфликту, либо боли. И плюс ко всему вы сравниваете себя с другими людьми еще. вот. То есть вы сравниваете себя, например, со своей начальницей, которая ведет себя иначе, по-другому. Вы думаете, что условно говоря, она лучше вас. Вот. Я даже думаю, что вы завидуете в какой-то степени. а ну вот своей начальницей вы завидуете почему-то. Да? То есть ну вот я не думаю, что это случайно, да, но тем не менее пока что. Также имеет смысл затронуть ваш вопрос, связанный с реализацией себя, насколько вы чувствуете себя реализованной, чувствуете ли вы себя реализованной. Вообще. Ну, в принципе. Да? Это тоже очень важный момент. Потому что если вы себя реализованной не чувствуете, то само собой вы будете весьма болезненно реагировать на какие-то попытки попытки вас принизить вас, обесценить и так далее. То есть тут тут ситуация в комплексе как бы раскрывается, а не просто так, что вам нужно стать эмоционально сильнее. Вообще я бы сказал, что ваши проблемы это прозвучит странно, наверное, но ваши проблемы именно потому, именно из-за того, что вы пытаетесь быть сильнее. То есть вы пытаетесь как бы стать эмоционально сильнее. А что такое эмоциональное что такое что означает стать эмоционально сильнее? Стать эмоционально сильнее означает по сути дела стать менее чувствительной. То есть вы пытаетесь быть менее чувствительной. А вам не менее чувствительной нужно быть, а более чувствительной к себе. Знаете, к себе самой. Вот. Сейчас пока что-то не происходит, потому что вы не привыкли обращать внимания на себя. Как мне видится вы привыкли больше обращать внимания на других людей. Вероятно, жить в неком таком страхе, вот. Жить в неком таком напряжении, напряжении, а вдруг мне вот сейчас что-то скажут, да, а вдруг вот на меня сейчас как-то начнут орать и так далее. Вполне вероятно, кстати говоря, вполне вероятно, что речь идёт о том, что это у вас из детства, что вы реагируете так на кого-то из своих родных, которые на вас кричали. Вот. Возможно, это был ваш отец, возможно, кто-то из... кто-то другой. Да? В данном случае это, конечно, не так важно. Но, тем не менее, тем не менее, я думаю, что на вас это влияет. Да? То есть, смотрите, целая история. целая история. История вашей жизни. Ээээ... которая... сейчас... проявляется... так, что вы полезно реагируете на хам... на хам... этого. Эээ... потому что люди... имеют... над вами власть. в том числе... в том числе... потому... что вы сами... над собой... не имеете... это вас не имеете... не имеете. То есть, не вы. Буквально... хозяйка своей жизни. Вот. Нужно снова сделать вас... хозяйка. Возможно, вы... и не были... никогда... хозяйка своей жизни. Возможно. И не знаете... возможно, опять-таки... как это может быть... здорово... как это может быть... круто, интересно... и... тогда, в общем и целом... как я думаю... до... х... ханства... вам будет... просто-напросто... нет дела. Нет дела. Ну, само собой... для этого нужно пройти определенный путь. Само собой. И этот путь вы не сможете пройти через книги... которые вы хотите почитать. Этот путь вы не сможете пройти только... собственно, с другим человеком. Вот. Что в целом мне видится... довольно логично. Надеюсь, что и вам тоже... это видится логично. то есть вам нужна будет помощь. Это естественно, это нормально. Вот. Вопрос... заключается лишь в том... Готовы ли вы над собой работать? Вот. Хотите ли вы над собой... над собой работать? Да? Интересно ли вам над собой... над собой работать? Или... или нет? Вот. Такой момент. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока-как. Спасибо. Пока-как. Понهاя-как.